Вот шикарная юбка-вышиванка, тоже ремонт, дырка, но смотрите какая, видите, практически ушла притачивание вот этой ленты, еще и выдрано там клок. Здесь я рекомендую распарывать, естественно, вот эту ленту, ну хотя бы там на 10 сантиметров дальше этой дырки и с другой стороны, то есть где-то вот такое расстояние мы распарываем. Потом, я думаю, что все-таки нам нужно будет, перед тем, как мы будем делать мелкий зигзаг, нам надо будет, ну дублировать флизелином здесь нельзя, оно, ну, разлезется. Здесь нужно, желательно бы найти, ну примерно хотя бы такую беленькую ткань. Мы этот кусочек можем вырезать вот такой вот овальной формы, притачать здесь частично вот к этому шовчику и, ну, перед этим обметать по кругу. Но надо будет так его тут просчитать, чтобы кусочек не пробивался сквозь вот эти дырочки, видите, ну тут такое пробивное кружево красивое. Вот, то есть стараемся делать даже ремонты максимально качественно и незаметно. Да, но основное здесь, конечно, качественно. Ну, естественно, незаметно. Вот, то есть вот можно было бы просто забить на все и взять просто вот так вот зигзагом сделать, но оно разлезется. Со временем, может, даже после первой стирки, может, там со второй, с третьей, но это некачественно будет сделано. Поэтому вот предлагаю, так как я сказала. Значит, перед этим мы распарываем часть ленты с двух сторон. Ну, видите, тут и верхняя вон подраспаралась. Значит, ее тоже вот так вот прострачиваем. Ну, это потом уже покажу. Вы знаете, я тут так посмотрела, что вот еще и вот эту вот кружево надо кое-где по прострачивать, что оно вот отошла строчка. Что-то я думаю, что не буду я вот так кусок накладывать с другой стороны. Я сейчас сниму вот эту вот ленту на строчную, ну, распарю строчку, потом сложу вот так вместе вот этот вот кусок, где дырка, зигзагом его вот так пройдусь, сошью, ну, может быть, продублирую, сейчас посмотрю. И вот это кружево просто наложу чуть-чуть выше, то есть отсюда переложу его вот на вот этот вот элемент чуть-чуть повыше. Я думаю, этого будет достаточно. Так, и я рекомендую вам сначала приутюжить даже вот эту дырочку, чтоб легче было. И дальше мы приутюживаем то место, где раньше было нижнее кружево, для того, чтобы, во-первых, и проколы были поменьше вот здесь. Ну, конечно, остальные проколы уйдут тогда, когда постирается юбочка. Вот. И будем сейчас убирать вот эту дырочку, которая уже почти не видна. Вообще, в идеале, чтобы заклеить хоть чуть-чуть вот эту вот дырочку, нужна вот такая вот якобы паутинка. Но дело в том, что она с двух сторон клеевая. Я начну ее клеить, а она к другой стороне приклеится. И еще какая самая большая ее, ну вот, самое лучшее, что она растворяется в воде после того, когда вы намочили. Вот этой паутинкой очень хорошо работать, когда вы элементы кружев соединяете и формируете в какие-то шикарные узоры, например, на пояс. Или какие-то стационарные там брошки, еще что-то. То есть, это очень хорошо. Поэтому я взяла вот такой вот кусочек флизелина, и мне сейчас надо будет его на другую сторону вот так положить и наклеить. Зафиксировать вот этот край все-таки. Потому что, несмотря на то, что мы будем его прятать, нам все равно нужно к этому очень детально подойти. Потому что, когда я буду настрачивать, мне будет гораздо легче, если я буду настрачивать хотя бы за кончик этого флизелина, который будет хвататься за нитки. Ну, вот зигзагом мы будем сейчас настрачивать. Ну, вот как раз, в принципе, вот этот кусочек, он и идет. Вот, сколько мы будем сейчас притачивать вот этим вот элементом, тогда сейчас нижнюю часть я чуть подрежу этого флизелина. Потому что она лишняя. Тут просто так в бок как-то разорвана вот эта вот дырка. Дырка. Ну, я хочу, чтобы как можно меньше вот этот флизелин у нас выпадал за кружево. Кладем. Можно флизелином, можно дублерином. Мне что показалось, что дублерин будет сильно плотненько, поэтому... И еще дублерин, он может осыпаться, если он не на трикотажной основе. Вот. А флизелин уж точно не будет осыпаться. И сейчас берем наш утюг, но только без пара. Пар убираем, потому что когда пар, флизелин он не крепится. И вот так вот приутюживаем. Вот мы нашу дырочку зафиксировали. Она практически не видна. Но она уже хоть будет удерживаться. Подержали чуть-чуть, надавили. Проверили. Так, хорошо прилипал. Продублировалось хорошо. Вот видите, она практически не видна. Но мы все равно с вами будем сейчас так зигзагом проходить. А потом только сверху настрачивать кружево. И то, что я вам говорила про утюжить с паром по кругу, там, где было у нас настрочено кружево. Просто мы сейчас поднимем вверх и останутся проколы вот эти вот по низу. Ну, сейчас с вами. Ну, тут я уже ставлю пар. Таким образом, по кругу, по кругу, по кругу. И идем на машинку строчить зигзагом. На самом деле, у нас предстоит с вами довольно-таки сложная задача. Потому что нам нужно начать отсюда пройти такой изогнутой неровной линии. Еще и зигзагом. Но будем начинать от этой части. Делаем легкую закрепочку. И потом вот так вот пойдем. Значит, я выставила, в общем, крайнее положение для моей машинки. Вы смотрите, как у вас там будет зигзаг. И начинаем соединять. Естественно, всегда придерживаем ниточки, чтобы они там не намотались никуда. Смотрим, где начало нашей дырочки. Придержали. И мы будем с вами сострачивать одну и вторую часть дырочки. Тут у меня довольно-таки крупный зигзаг. Сейчас я буду думать, как мне его сделать чуть-чуть мельче. Давайте поставим на четыре. Длина стежка. Дайте на троечку. Троечка тоже не подходит. Ну вот, хотела я сначала попробовать на кусочки. Так, вот это то, что я тут вижу. С предичностью где-то осыпалось вот это кружево. Ну, тянутся прям руки, у меня это все пообрежать. При вас даже такое вот произошло. Сейчас я настрою машинку, скажу, сколько как тут будет. Если у вас такая же машинка, как у меня, то тут на единички. А так смотрите, как у вас. Потому что мне нужна определенная частота зигзага, вот такая, как она вот здесь. Так, и мы опять же начинаем заново. Подставляем. Опускаем. Придерживаем наши ниточки. Делаем первые стежки. Помните, первые два стежка можно не придерживать. Назад, ход, вперед и поехали. Очень хорошая частота стежков. Тут такая ювелирнейшая работа. Должна получиться, по идее, с первого раза. Вот смотрите, если вы не продублируете, то вам иногда в каких-то местах зигзагу не за что будет хвататься. То есть, лучше дублировать или дублерином, или флизелином. Повернули, сделали другой поворот. Если надо, чуть-чуть подрастягиваете. Но внимательно смотрите, где нам там надо поворачивать. Потому что линия совершенно неровная, а такая вот, ну как разорвали, так разорвали. Хотите, может даже, чтобы лучше было видно, каким-нибудь мылом внутри рисуете. Там, контрастным, желтым, красным или синим. Но не мелом, мылом. Ну, вот так вот идем дальше. Все тут чуть-чуть подзакреплю. Чуть съехала мимо. О, вот это вот самое то, то, что меня устраивает. Вот, порвалась ниточка. Ну, бывает такое. Сейчас мы ее перезаправим, дальше пойдем. Я ее просто заправила заново. Чтобы не вынимать, я сделаю, наматываю на пальчик хоть одну ниточку, какая мне доступна. Делаю закрепку назад. И иду вперед. Дальше. То есть у меня один прокол иглы с одной стороны дырки, а другой с другой стороны вот этой дырочки. А сама дырка находится посерединке. Чтоб я две стороны схватывала. Как сшивала. Сейчас мы посмотрим, как получается. Выбираем крепку. Всегда старайтесь вбок отводить. Ой, ну великолепно. Смотрите. Практически незаметно. Отлично. Вот сейчас мы можем с вами, что обрезать под корень, и будем накладывать сверху вот второе такое же кружево, и его настрачивать с помощью булавок. Смотрите, как смотрится с изнаночной стороны. Практически вообще ничего незаметно. Смотрите еще раз, как на столе выглядит кружево. Ну вот это зашитая наша дырочка. Если надо, приутюживайте, но только очень аккуратненько. Теперь берем ту часть кружева, которая здесь была, и по вот этим вот верхним частям вот этого уже вышитого кружева накладываем нашу с вами, вот эту вот заготовленную. Так, а видите, здесь один край уже загнут, а второй на него заходит. Значит, я буду сострачивать не с этого, не с этой точки, а когда буду переходить, я вложу сюда кружево и прострочу. То есть мы начинаем будем строчить вот с этого момента, где-то на 2 сантиметра от бокового. Накалываем вот так, перпендикулярно низу, но смотрите, в чем здесь момент. Лучше здесь фиксировать булавки таким образом, в шахматном порядке. Вот, вверху я поставила их, да, вот, формируем вот по вот эти линии, которые вверху, по вот эти верхние, да, а здесь вот так. То есть между проколами ставим булавку по низу. Вообще здесь в идеале мы должны строчить где-то на миллиметр от края. То, как там до нас производитель строчил, тут и на 0,5, и на 0,7, и на 0,1, в общем, где попал, там попал. Вот, а мы будем строчить на 0,1 с одной стороны по кругу, а потом с другой стороны. Если надо, ставим булавки чаще, потому что я смотрю, что вот этого расстояния маловато, ставим чаще. Но все равно стараемся, чтобы был такой, как бы в шахматном порядке, тогда, когда я буду строчить и тянуть, у меня не будет перекоса кружево. Он у меня точно получится с первого раза хорошо. То есть, ну вот я просто поняла, что надо почаще. То есть, сейчас я дальше покажу. Например, здесь вверху, да, по каждому вот такому вот рисуночку, а здесь между рисунками. Вот. И вот так на столе по кругу, по кругу сейчас накалываем, потом пойдем строчить. Я покажу, как. Знаете, пока я вот так красиво все накалывала, я решила, думаю, надо же посмотреть, что же там в конце. И вот смотрите, у меня кружева не хватает. И я еще накалывая это, смотрю, а это с припосаженной. То есть, ткань на юбке дала усадку, кружева не дало. А здесь наоборот, нижнее кружево дало усадку. Представляете? Что делать? Раскалываем все опять. Сшиваем сначала наше кружево. Сейчас вам покажу, как. Лицом к лицу, желательно совместить вот этот рисунок, вот черненький, вот этот вот. Я себе приутюживаю вот эту часть одну. Ну, в общем, вот так, лицом к лицу, желательно так, чтобы у нас вот этот вот рисунок совпал. Просто надо так посмотреть и положить. И сшить. Знаете, вот я разутюжила. Вот оно сшито. Идеально получилось сшить. Практически незаметно. Но я увидела такой момент, что она настолько, вон, смотрите, какая рыхлая, чтобы она еще раз не дала мне какой-то усадки или еще что-нибудь. Я ее сейчас приутюжу, потому что мы с вами всегда должны, как поступать к кружеву, как минимум, мы его должны намочить и приутюжить. Как максимум, его постирать так, как он будет потом стираться, как основное изделие. Потому что тут же никто не знает, кружево может давать на самом деле очень большую усадку. А потом под кружевом будет присбориваться ткань, а это ни в коем случае нельзя было допускать. То есть, вот давайте к ней так же относиться, как к кромке брюк. Когда мы их подшиваем, классические, особенно мужские брюки, я всегда эту кромку, когда на ней ставлю, я ее сначала намочу, а потом обязательно, без напряжения, ее раскладываю, приутюживаю. Потому что, если этого не сделать, то будут потом присобраны такие брюки понизу. А вот смотрите, сейчас я ее вот так вот приутюживаю. Она, во-первых, разравнивается, это кружево, и мне еще легче будет накалывать и прострачивать. И нет вот этой волны такой какой-то. Сейчас мы посмотрим, если оно такие, естественно, будет короче, ну, уже, чем объем юбки, то я покажу вам, как распределять эту припосадку все. Вот смотрите, я сложила юбку, боковой к боковому, и проверила, чтобы одинаковые половинки были, потому что не факт, что они могли были одинаковыми. Одинаково. С одной стороны, и с другой стороны. Но всегда перепроверяйте. И кружево вот так выложила. Видите, насколько не хватает. Теперь моя задача поставить 4 центра на юбке. Ну, вот два боковых, это уже и есть центр. Да? Второй. Вот здесь на сгибе с одной стороны. И вот здесь. На самой юбке. И сейчас мы то же самое с вами сделаем и с кружевом. Вот нашли то место, где мы сшивали, складываем один раз и находим центр. Это будет якобы второй боковой. Ну, вот как раз ровно по вот этот элемент. А теперь серединку одной стороны и боковой, грубо говоря, два боковых как бы сложила вместе и положила вот так. Тут теперь третий центр получается. и другую сторону вот так свела. И вот я сейчас получила следующие 4 центра. Теперь мы берем и накладываем. Видите, даже не видно, что здесь что-то зашивалось. Прекрасно. Ну, скажем так, наслаждайтесь полученными результатами в вашей работе. Вам это даст еще больше стимула лучше делать. Вот. Обязательно рассказывайте клиентам, через что вы прошли, как вы старались. Они еще больше вас ценить будут. Поэтому это такие вещи, которые я считаю, что ими нужно своего рода гордиться даже. Так, да? Опять так же само. Но сначала мы с вами фиксируем вот эту часть. Один боковой. Потом находим второй боковой. Чтобы, например, не промахнуться, давайте вот центр с центром соединим. Так. центр юбки со вторым центром. А то мы сейчас пойдем искать, и оно что-нибудь тут еще и куда-нибудь убежит. Вот. Оп. Оп. Так. Второй. Теперь вот боковой. Мы перешли на боковой. Помните, да, что мы собирались там, а здесь видите, как произошло, не совпадает рисунки немножко. Ну, будем, значит, усреднять. здесь пойдем чуть-чуть повыше к боковому, а здесь чуть пониже. Но центры обязательно вы должны поставить. Вот. И третий центр, четвертый центр, вернее. Да, напротив булавочки вот так вот ставим и накалываем. Так. И теперь нам предстоит опять та же работа по распределению. Видите, один с другим центром я вот так кладу на стол и сейчас буду вот эту припосадку по самой юбке припосаживать юбку к кружеву. Или я просто могу сейчас буду смотреть как получается натянуть чтобы оно улеглось. Но видите, здесь вот складочка идет. То есть нам так не надо. Тогда делаем усреднение. вот так прокатываем чтобы здесь была сказочка и здесь была складочка. Ищем где у нас серединка хотя бы зрительная между боковым и центром. Накалываем булавку и и теперь между этим и этим центром опять вот так прокатываем и ищем здесь центр. Ну и вот так все время центр между центром центр между центром. А когда мы будем строчить мы будем обязательно натягивать. Видите, уже пошла припосадка и здесь вот так вот эти миллиметры в итоге они очень быстро таким способом припосаживаются и практически ничего не видно. Мы поставили теперь наша задача как мы с вами там и планировали что мы накалываем все в шахматном порядке. Здесь у нас так вот если у вас тупая иголка вы либо ее выбрасываете либо ее затачиваете на точильном камне. Как-то где-то я показывала сейчас далеко мне до него идти поэтому не покажу. Так. Так. Да. Вот мы одну там восьмую нашей юбки вот уже припосадили. И в шахматном порядке дальше накалываем булавки и пойдем настрачивать. Вот казалось бы что тут делать с этим кружевом а как долго мы с ним возимся. Еще вот это надо будет понастрачивать. Или извините она будет опять распарывать смотреть делать такую же манипуляцию как здесь. Ой ну вот что вот это такое. Вот смотрите здесь получается усела ткань а кружево не дало усадку. Посмотрите еще и криво настрочено тут все ну вот не хотелось бы наверное переделывать еще и это трогать потому что мне все равно придется дострачивать и вышел мне придется все равно вот это все припосаживать ну конечно я нашла себе работу грубо говоря на ровном месте может быть даже клиенту было бы все равно но например мне не все равно где я вот тут должна буду строчить смотрите здесь вот строчка прошла на 07 а здесь она на 05 а здесь она на 01 пошла ну что это за безобразие в общем вы поступаете как хотите но мне придется это все распороть и сделать такую же манипуляцию как и делала здесь то есть я распорю приутюжу вымеряю сложу в общем еще раз вам покажу так вот подставляем в районе бокового шва тут в принципе все равно с какой стороны идти так нам нужно с вами на 1 миллиметр от края начинать настрачивать я все-таки поставила ну не настрачивать ну настрачивать отделочной строчкой такой два с половиной миллиметра стежок все-таки я рекомендую потому что я сейчас буду тянуть этот стежок может 3 миллиметра стать 4 миллиметра стежок отделочной строчки даже на кружево ребенку я бы не рекомендовала потому что ребенок может зацепить еще что-то то есть это менее качественная строчка для ребенка так вот единственный момент как же здесь лучше строчить на что смотреть куда подстраиваться то есть если я вот так поставлю то не попаду значит мне надо ориентироваться ну помните первые два стежка мы наматываем просто думаю попробовать ли со смещением но если со смещением то на что смотреть смотрите как интересно получается если я оставлю вот эту вот лапку видите вот эти вот красненькие дырочки ровно посередине вот этой дырки лапки и делаю максимальное смещение влево то у меня и будет ровно один миллиметр от края чему я очень рада так первые два стежка делаем так отпускаем вообще желательно было бы подходить и убирать булавку вот ну более бы такая качественная строчка была бы так значит теперь смотрите там руку здесь тяну и строчу четко по вот этим вот красненьким полосочкам у нас и припосадка с вами вся уходит и очень качественно должно все получиться сейчас мы посмотрим вон смотрите какая красота ух ты идеально и так вокруг мы проходим делаем здесь закрепку и ставим вот дальше вот там строчку и ну внизу вот этой линии мы начинаем прострачивать ну и ну ладно давайте дальше я вам сейчас покажу видите а вторую сторону с другой стороны наматывайте два раза на палец и придерживаем первые два стежка так дальше можно отпускать ну чтоб легче вам было потому что вот эта вот красненькая пунктирная полосочка ну очень кстати растягиваем между двумя руками и поехали то есть если вы будете делать так как я вам рекомендую у вас с первого раза будут очень хорошие результаты ну и дальше по кругу едем и в конце делаем закрепку посмотрите даже вот так вот эту сторону здесь идеальной равноты вот эта вот отделочная строчка на строчную вот уже в окончательном виде как видно как получилось наше кружево можете перелистать обратно видео посмотреть как оно было пришито до нас до того как мы это все изменили видите идеально распределенная посадка то есть если вы так будете делать у вас никогда нигде не будет посадки ну или примите во внимание этот совет да вот тут в этом месте была дырка вот она еле 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 она видна только виден какой-то зигзаг и то надо еще очень хорошо присмотреться так ну по поводу верхнего кружева мы будем так же поступать как и с нижним с нижним отпарываем утюжим с паром остужаем чтобы он хорошую форму принял ну такую вот как бы цельную вот такую как вот нижнее кружево потом накалываем ну перед этим распределяем потому что судя по всему его больше чем нашей юбки вот и так же самым таким же способом как мы настрачивали вот это кружево будем настрачивать это вот все готово теперь наша девочка будет носить новую юбку практически кружево